Что лежит в основе тета-хиллинга? В основе тета-хиллинга лежит состояние, в котором работает человек. Мы на предыдущих клубах разбирали, кто не был. Повторюсь, у человека всегда есть элемент торможения, когда замедляется частота мозга человека и падает с бета-ритма, с активного режима, где-то в районе 25-32 Гц, вниз. Альфа-ритма от 8 до 14. Иоанна Стайбл утверждает, что работа в тета-хиллинге ведется в тета-ритме. Это еще более низкий ритм работы мозга. При этом удерживается в состоянии любви. Состояние любви в тета-хиллинге является базовым, и все техники начинаются в нем. Почему в состоянии любви? Потому что доступ к информации, измененных состояний в сознании, всегда начинается с любви. Это налевая точка отсчета. Можно выше, выше радость. Но ниже, если вы идете, то вы не будете иметь доступ к информации. Поэтому здесь это все гармонично. И в определенном состоянии торможения, и в определенном состоянии, если вы это практически через себя будете проживать, и в определенном состоянии любви, когда вы попадаете в состояние глубокой медитации, это состояние глубокого релакса, если вы в него пошли, вы потом очень сильно тупите. Реально соображать головой в этом состоянии невозможно. как решал ли проблему в психотерапии в этих состояниях всегда был психотерапевт который вел своего клиента то есть задачи при работе с бессознательным ставил психотерапевт и вел за собой клиент за ним шел это и гипнотехники у клиента всегда отрыскивалось любое событие в жизни человека оно изначально для его бессознательного наилучший наивысший вариант развития человека всегда и вот именно в этом варианте бессознательное заинтересованного бессознательного есть вторичная выгода поэтому что привело вот именно к такому варианту развития как правило это либо психотравма либо какая-то система ценностей и убеждений человека и вот работа с убеждениями и историчными выгодами. В тета-хиллинге идёт в изменённом состоянии сознания. И если психотерапия, гипнотизёр-психотерапевт, гипнолог, разные варианты, то Виана Ставил предложила такой вариант. Человек входит в тета-состояние, вгружается, а здесь ему предлагаются определённые алгоритмы работы самим собой. Первый раз на первом курсе вот эти все наработки этих алгоритмов, на первом и втором курсах даются все инструменты на базовую продвинутую тета-хиллинге. И человек придаёт весь инструмент, как работать. Все варианты работы, в принципе, погружение, выныривание, погружение, выныривание. Сперва ведёт тренер, потом парами самостоятельно, потом ведёт тренер, потом парами самостоятельно. Так первые три дня базовый курс, потом три дня продвинутый курс. И потом ты замечаешь, во-первых, за это время происходит трансфер на растачку, и ты действительно ещё начинаешь тормозить, да, то есть у тебя планка смещается в торможение. Состояние ты по-прежнему держишь, потому что его ведёт и контролирует тренера, тренера, которые приезжают в Беларусью. Тренеры очень профессиональные, в чём я расскажу, я специально два варианта тренироваюсь, да, приглашаю. Вот. И в какой-то момент ты начинаешь работать уже на другой частоте мозга, осознанно по алгоритму, сам с собой, тебе никто не нужен. Ты можешь находить свои, с травмами работать сложнее, да, сразу говорю, но есть варианты работы с травмами. Но ты можешь работать со своими глубинными убеждениями, причём, интересно, у человека так убеждения запакованы, как в компьютере программы. Очень много вирусных убеждений, которые человек просто вот нахватался, а сейчас хватать можно откуда угодно, сейчас очень много техник, вот то, что человек запаковывается, сам даже не замечает, как. Вот. И получается, что вот куча наносных программ, и в конце лежит какая-то базовая настроечная, она может из исторического плана быть, она может быть из геотического плана, она может быть просто вот очень выгодная человеком в этой активной жизни. Но всегда есть какой-то такой кирпичик, на который потом ещё навешано куча программ. И вот в процессе такая техника есть, в стахилинге называется глубинная раскопка, если человек доходит и эту программу идентифицирует, осознаёт, зачем она ему была нужна, какую вторичную выгоду она давала несознательному, и либо заменяет эту программу, либо завершает эту программу. Опять-таки, вот эти техники все даются в вариантах алгоритмов, которые даются на базовом продвинутом курсе, и перепрограммирует сам себя. В таком случае, вот эти программы как деструкция, они уже не нужны, они отваливаются. Таким образом, человек может расчищать своё сознание сам. Когда говорил о шок в своё время, в его книгах можно встретить, что каждый же из нас сталкивается с большим количеством программ, с большим количеством ситуаций, стрессов, и это всё ложится блоками в нашем теле. Наше программное обеспечение, оно отражено в нашем теле. Тело здорового человека может держать порядка 2,5 тысяч программ. А шок говорил, что у него самого было порядка 300 программ. Если количество программ у человека переваливается 3,5 тысячи, то у человека начинается неизлечимое заболевание. И это на самом деле так, и на сегодняшний день вам дали инструменты для работы. И очень многие, ещё люди не раскачаны, инструмент получили, вроде как уже могли бы работать сами, да, и с собой. А у них нету понимания, какие программы могут внутри быть. Каждую программу тестировать долго, да. Как найти, и человек сталкивается с тем, что вот он подошёл к своему бессознательному, а там горы мусора и нужного, и всё перемешано, да, как в секонд-хенде. Как разгребти, что выкинуть, что оставить. И Тахирин в данном случае пошёл навстречу. Он взял и тематически выбрал программу. Игра жизни, семейные плюсы. Интуитивная анатомия. Отдельные курсы. Вот интуитивная анатомия, я вообще обалдела от этого курса, это лучший курс, который я за всё время проходила. Вот реально. Вам сразу предлагается медицинский атлас, и вы нормально изучаете строение своего тела. Анатомия. Те, кто не врачи, врачам это может и не нужно, но те, кто не врачи, которые не знают, где печень находится, поверьте, вы не только будете знать, где она находится, вы ещё очень много откроете в тех документальных фильмах, которые вам покажут на курсе, как, что работает по телу человека, где, в каких местах, какие варианты психосоматики могут находиться, каких программ, как с этими программами работать. Это не значит, что 100% это так у человека есть. Это значит, что у вас уже в голове будет понимание, как к этому подойти. Настолько информационно наполненный курс, и настолько ты же проживаешь это на себе, на своих программах, точно так же каждую тему отрабатываешь. Вот. И вот этот блок реально 90 часов курс идёт. Вот эти 90 часов каждый день с утра до вечера. Ты изучаешь анатомию, изучаешь заболевания, изучаешь, где, какие психосоматические аспекты есть, и какими программами, какими убеждениями это прикрывается, и какие вторичные выгоды это может давать бессознательные. И так по каждой системе, по каждому органу и поехали. Шикарнейший курс. Семейные люди там. Это все программы, которые связаны с нашим родом. Всё, что у нас по родне шло, всё, что нам могло прийти, там есть убеждения, там есть тоже вторичные выгоды, там есть генетические программы. И пошло. Манифестация изобилия. Всё, что касается программы, связанной с деньгами, с доходами, с реализацией человека. И пошли. То есть, вот каждый курс – это отдельный блок программ. На самом деле, у вас инструменты для того, чтобы это прорабатывать, уже есть. Всё, что надо, вам дано на первом, втором курсе. Всё. Варианты работы с программами вы можете изучить сами, а можете воспользоваться услугами вот этих курсов. А заснула, знаешь почему? Потому что мозг не привык тормозить. Вот он затормозил, там, например, до 12 Гц, а тебя сейчас засунули, например, не засунули, сама пошла, да, потому что я иду дальше, и все, кто идут, они идут на подстройки. Вот. Я с вами не работаю, я ни на кого не воздействую. Принцип тета-хиллинга. Здесь никто ничего не делает без индивидуального согласия. Здесь только каждый работает сам с собой. Вот. Но когда кто-то рядом тормозит, и он пошёл, например, там на 8 Гц. Да? Мозг притормозил. А осознанность здесь уже не держится. Ума уже здесь нету, да? И тогда хобана и сон. И потом хобана реакция тела. Почему сидя работают? Чтобы не выключался совсем, иначе просто будет спать. Это значит просто не наработали практический опыт. Это называется трансовый опыт. Почему я везде пишу и говорю, ребят, учитесь тормозить для того, чтобы вы могли тормозить на большую глубину и сохранять осознанность. А ещё в случае тета-хиллинга, потом ещё по определённому алгоритму с собой работать. Чем глубже вы погружаетесь, тем дольше, тем больше доступ к ресурсам психики вы имеете. Вот в этих режимах торможения у тела включаются режимы саморегуляции, самовосстановления. У нас уникальное тело. Оно имеет способность, что у нас неже восстанавливаются силы, восстанавливаются энергоресурсы. И мы просто вот это осознанно используем, когда мы грузимся. Мы выходим на режимы сна, но сохраняем осознанность и работаем там. И при этом у тела, получается, мы даём возможность ему освободиться от определённых программ и блоков и восстановить здоровье, или отношения, или тот параметр, который вы... То есть есть пары. Я приглашаю сюда людей, которые имеют хороший трансовый опыт, потому что если тренер сам не раскачан, то вы не можете погрузиться глубже, чем грузится тренер. Конечно, можете, если вы сильнее, тогда вы тренером будете целиться. Такое тоже иногда бывает. Но вообще, когда тренер ведёт человек, то группа идёт до того уровня, до которого заходит сам тренер. Поэтому, чем более профессионален, чем более раскачан тренер, чем более в глубинных состояниях он может человеку давать загрузки, тем эффективнее проходит тренер. Это тренинг. Это трансовые техники. В трансе качество тренера, оно номер один. Поэтому сюда и ездят из Питера. Поэтому те люди, у кого я пробовала, с кем работать, всё-таки пока остановилась на двух вариантах. Вариант правильный, целительский. То есть нет плохих врачей, нет плохих целителей, нет плохих учителей, нет плохих таблеток, нет плохих процедур. Есть то, что вы выбираете и то, что вы считаете, что это работает. Есть эффект плацебо. Если его разрушить, то у человека не будет работать ничто, даже таблетки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова